Рады, радёшеньки, мы гостям хорошим, поезд поклонимся, милости просим. Здравствуйте, гости званые, да гости желаные. Вот так с хлебом, солью, с песнями и танцами проходил смотр сельских поселений района. Интересное задание ждали на каждом шагу. Вспомнить, как на Руси заготавливали и отбивали сено, и не просто вспомнить, а попробовать самому, это стало возможным для всех гостей. Рассказали гостям и о том, в какие куклы на Руси играли, из чего и как их делали. Помогла Надежда Соболева, настоящая охранительница истории кукол. Она знает о них всё и смастерить может любую. Там семь травок положено, потому что в святые вечера бабушки у нас собирали травки с 12 июля по 2 августа. И потом этими травками пользовались, которые помогали здоровью человека. И такую куклу мастерили, они вот разненькие такие, мастерили этих кукол. И дома оставляли там, где больше всего находится семья, куклу травницу ставили. Именно такие куклы Надежда Соболева и подарила гостям ярмарки. А ещё раньше, в период сенокоса, мастерили кукол из подручного материала – сена. Сначала плели косу из трав, а она в дальнейшем станет руками будущей игрушки. А дальше всё просто. Главное – правильно связать куклу. Вот такая замечательная кукла-травница получилась сегодня у меня. Она будет оберегать мой дом, мою семью и придавать силы в дальнейших начинаниях. Сельское поселение Усть-Алексеева представило детскую оперету «Волк» и «Семеро козлят». Но уже на новый лад. Удивили своими пирогами и вкусным чаем. Весёлая зажигательная постановка от театра «Уморы» пародии и комедий, сокращённо «Тупик» из Кузина, никого не оставила равнодушными. Мы выбрали вот такой жизненный, скажем так, аспект, как «Чёрная и белая зависть». И вот это представили сегодня на суд зрителей, всей нашей труппой Кузинского театра. Смотр стельских поселений прошёл на ура. В восторге были и дети, и взрослые. Честно говоря, приятно удивлена, что вообще такое существует. Очень гостеприимные люди, приятные, душевные. Прям хочется к вам вернуться, прям не хочется уезжать. Понравилось всё. Ещё одну площадку развернули около памятника землепроходцам. Ежегодно здесь проходит фестиваль казачьей песни. Земляки-казаки раньше из года в год На Урал и Сибирь уходили в поход Город славу принёс Ерофей Кабаров Корабли снаряжали, оплата попал В рамках празднования 872-й годовщины города Великий Устюг и Прокопьевской ярмарки подвели итоги и конкурса кружева из белой бересты. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Диплом и подарочный сертификат За второе место вручается Светлане Николаевне Дерновой, мастеру народных художественных промыслов Пологодской области. Мы просим представителя Светланы Николаевны выйти к нам за заслуженные награды. Хочется, чтобы сегодня, чтобы мы с вами все погрузились в атмосферу праздника, чтобы от наших сердец сегодня, хотя бы на эти дни праздничные, отлегли все проблемы, которые у нас есть, чтобы мы уже после праздников, уже обновлённые, приступили к дальше своим трудам. С праздником, дорогие братья и сестры! День города и Прокопьевская ярмарка прошли весело и душевно. Сейчас городу пора готовиться к ещё более грандиозному событию. Летом 2021 года в Великом Устюге пройдут русские гонзейские дни.